В Казанском университете состоялось торжественное открытие 8-й международной летней школы по правам человека. Мы очень рады, что уже второй раз на площадке нашего университета проводится эта объектная школа. В Казанском университете продолжает свою работу приемная компания. Какие направления лидируют и сколько заявлений уже подано? Лидерами по-прежнему являются Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла церемония награждения врачей и медицинских работников в честь Дня Медика. Благодарю за ваше мужество и смотровенность, за ваше терпение, за ваше милосердие. Когда мы едины, мы просто непобедимы. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие 8-й международной летней школы по правам человека, «Права человека для новых поколений» в рамках межуниверситетской магистрской программы «Международная защита прав человека». Все подробности в сюжете. В торжественной церемонии открытия принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ответственный за совместную программу управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Российской Федерации Рашид Алуаш, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, омбудсмен по республике Татарсан Сырья Собурская и другие приглашенные лица. Я очень рада, что 8-я летняя школа, посвященная правам человека, открылась и именно на территории Казанского федерального университета, имеющая не только всероссийскую, но и мировую известность. Университет, который создавал школу прав человека, начиная с 19 века, университет, который имеет, в отличие от очень многих других вузов, научно-образовательный центр по правам человека, международному праву. Первая летняя школа по правам человека прошла в 2011 году в Российском университете дружбы народов. В ней приняли участие всего на тот момент 46 слушателей из 8 стран мира. Постепенно расширялась география проведения школы, которую принимали университеты Екатеринбурга, Воронежа, Перми. В 2015 году на базе юридического факультета Казанского университета прошла третья летняя школа по правам человека. Для участия в ней на сайте консорциума зарегистрировалось более 200 студентов, представляющих вузы из различных регионов Российской Федерации. В целом мы очень рады, что уже второй раз на площадке нашего университета проводится эта летняя школа. Третняя летняя школа и сегодня восьмая. Наши проекты будут масштабироваться не только на уровень высших учебных заведений, независимо от факультетов, предметных областей, но и на уровень школы. Ректор Казанского университета отметил, что летняя школа – это прекрасная возможность для обмена полезной информацией относительно актуальных проблем международного права. Возможность поделиться знаниями и существующими практиками. Восьмая летняя школа по правам человека станет местом проведения пленарных лекций, семинаров, презентаций, круглых столов, фестивалей фильмов о правах человека-сталкер и конкурса моделей Европейского суда по правам человека на английском языке. В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания. Какие направления лидируют и когда ожидается пик приема заявлений – смотрите далее. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ВУЗа, на сегодняшний день поступило более 3,5 тысяч заявлений на поступление, включая филиалы в Елабуге – 222 заявления и в Набережных Челнах – 178 заявлений. Пик приема заявлений на поступление ожидается в ближайшую неделю, поскольку в минувшие выходные по всей стране выпускники школ получили аттестаты. Документы об образовании в скором времени должны получить и жители стран ближнего зарубежья. Оттуда также ожидается большое количество иностранных абитуриентов. Но пока что лидером по их количеству является Китай. В этом году динамика по иностранным абитуриентам положительна. Заявлений мы получаем чуть больше. Есть особенности по приему иностранных граждан. Мы требуем в этом году перевод документов об образовании сразу одновременно с подачей заявления. Напомним, что в Казанском федеральном университете приемное пространство разделено на две части – для граждан России и иностранцев. Работает горячая линия для обеих сторон. Номера указаны на сайте приемной комиссии. Подать документы на поступление можно как онлайн через сайт КФУ, так и в очном формате по адресу Кремлевская, 35. Часы приема и работы очного пространства у нас – это с 9 до 18.00. Ежедневно в рабочие дни. В субботу приемное пространство работает с 9 до 14.00. И в воскресенье приемное пространство работает в дежурном порядке. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. С 12 по 28 августа Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Совета ректоров вузов и РТ проводит студенческий образовательный форум «Лига форум». К участию в форуме приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также руководители, представители студенческих объединений в возрасте до 28 лет. В актовом зале Института управления экономики и финансов прошла торжественная церемония чествования врачей и медицинских работников Казанского федерального университета. Смотрим! Сегодня врачи – настоящие герои нашего времени. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей. Свой вклад в общее дело вносят и сотрудники униклиники Казанского университета. Поздравляя медперсонал, ректор Ильшат Гафуров поделился личной историей благодарности врачам. Моя мама всю жизнь проработала в Центральной районной больнице, еще ребенком раз переступив порог больницы, поликлиники. Ты вот этот запах в поликлинике запоминаешь на всю жизнь и запоминаешь тот факт, что без медицинского работника в белом халате человек не может прожить свою жизнь, поскольку вы нас сопровождаете с момента нашего рождения до ухода в последний путь. Здоровье человека, забота о людях – это важнейшая ценность государства. И я очень надеюсь, что в предстоящие, возможно, в самом большем времени, в течение 10 лет, система здравоохранения России будет совершенно другая. Пандемия новой коронавирусной инфекции бросила вызов всей российской медицине. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты, а переподготовку и обучение для борьбы с COVID-19 прошли полтора миллиона врачей и медсестер. Но, несмотря на все меры предосторожности, многие медики становились жертвами коронавируса. В своей речи министр здравоохранения Татарстана поблагодарил коллег за проявленные личные и профессиональные качества. Этот год, полтора года показывает всем нам, что мы работаем на передовой этой войны, в войне с этим опасным, хитрым, серьезным соперником. Но я уверен, что победа будет за нами. Благодарю за ваше мужество и самотвержденность, за ваше терпение, за ваше милосердие. Когда мы едины, мы просто непобедимы. Во время мероприятия состоялась церемония награждения 295 сотрудников УМИ-клиники благодарственными письмами от Государственного Совета Республики Татарстан и другими наградами. Ариадна Кугушева, Ленардо Велесьяров, Универньюз. Сотрудники студенческого конструкторского бюро и студенты Казанского университета разработали автоматически настраиваемую систему безопасности «Феникс». Все подробности далее. На рынке такая система безопасности уже есть, но они очень сложные в настройке, а новая разработка настраивается автоматически в течение двух минут. То есть при включении системы идет автоматический сбор данных и система переходит в режим охраны. Также наша система, в принципе, уже прошла испытания на одном из военных заводов Казани. Это радиоприбор. Они готовятся на данное время к серийному выпуску этих изделий. Также есть большая заинтересованность в Министерстве обороны применения нашей продукции именно «Фениксов». По словам Павла Колпакова, на данный момент рассматриваются предприятия, на которые будет устанавливаться «Феникс». Это Татнефть, Петроэлектротранс и другие индустриальные партнеры. Стоит отметить, что разработка представлена в трех исполнениях – «Феникс», «Феникс Лайт» и «Феникс Про». Здесь есть свой звуковой излучатель, то есть это больше коттеджный вариант. Также, в принципе, вот это есть двухканальный, то есть они вообще все четыре канала, то есть по 250 метров. Есть двухканальный, это тоже «Феникс Лайт», он для небольших участков защиты, это, например, лицевые части, фронтальные, там где ворота, въездные группы и так далее. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!